вот какая красота это блики сейчас я опять забыл посмотреть сколько времени ну около 4 утра наверное я не знаю я иду из магазина и ем попкорн а еще я опять у этого скелетика и я в общем то на том же самом месте где был позавчера ой чё там такое то а сегодня да сегодня ну чё сегодня я наверно что-нибудь забыл рассказать не могу вспомнить кажется кто-то сделал со мной интервью и там написано не знаю ссылка не ссылка на дневник то есть у меня немножко разрекламированный дневник получился но мне надо было это как-то найти и что этим сделать сказать в этом дневнике про это интервью но я не знаю я не посмотрел у меня еще и батарейки мало я сейчас не могу это все смотреть тем более что я уже записываю дневник так вот здесь такая дорожка позавчера она была все мокрая а там кстати уголок все равно под водой немножко то есть вода не особо изменилась по уровню но она сейчас спокойная поэтому отражение такое точечное получается почти зеркальное но нет мне очень жарко потому что я оделся вообще не по погоде я думал что мало ли будет холодно и поэтому оделся гораздо теплее чем надо и главное что сейчас рассвет и на солнце вообще становится очень жарко так ничего сегодня особенного не было я посмотрел фильм который называется нямка это какой-то бельгийский фильм но там присутствуют эти буквы кирилли кириллицы в общем присутствует и там кстати в один момент по моему было не неуважительное проявление к языку не упоминается к какому но четко один человек сказал что я понимаю ваши обезьяний язык и в общем сейчас кое-что удивительное произошло там просто прошел человек я совершенно этого не ожидал вот а так фильм ну я не знаю я не знаю нормально кстати веселый немножко годковатый но в этом и его смысл это как бы такой смешной ужастик но кстати в нем есть еще смысл еще смысл из-за которого например я вот сейчас не покормил уточек чем я их не покажем я их не покормил попкорном а почему не покормил потому что смысл фильма нямка на мой взгляд сегодня который я смотрел частично частично заключается в том что нямка кстати попкорна не было какое-то время в ленте уже так что я по нему уже даже не успел соскучиться хотя раньше его слишком много ел и в общем это я не покормил уточек потому что фильме нямка вся проблема возникла из-за того что человек что-то сделал по доброте душевной абсолютно по доброте душевной без всяких задних мыслей то есть там вообще все достаточно логично сюжет логично и мне это понравилось теперь я слышу голоса и мне становится еще жарче что-то я еще может быть забыл или нет наверное нет уже все вспомнил а сейчас я просто не знал идти мне в магазин или нет ночью ну решил сходить как я пришел к этому решению так что у меня не было хлеба но кстати из-за того что мне не было хлеба я сегодня поел много ну такого гарниров которые в общем приготовил и это было хорошо мне очень жарко и кажется у меня организм немножко адаптируется к такому режиму что я вдруг могу взять и ночью куда-то пойти но все равно я надеюсь что когда отдадут горячую воду я начну нормально ложиться спать ну хотя бы часов в пять а сейчас я еще вообще не собираюсь меня еще ждут процедуры всякие рука что устала и это я сегодня досмотрел этот как раз в фильм опять который называется ломая поверхность и второй раз вообще нормально но кстати можно смотреть второй раз потому что я первый раз вообще там даже лица не узнавал я не мог понять о ком и где идет речь а теперь я смог все понять ой какой кошмар вот прямо сейчас произошло то чего я совсем не хотел чтобы происходило я встал на колючую проволоку это значит что я проколол свою галошину ой я чувствую что-то там такое остренькое вот это колючая проволока ой ничего себе ай это произошло прямо сейчас вот огневник вот она это колючая проволока так вот колючая проволока пожалуйста я на нее просто встал чего в этом хорошего но конечно для дневника это очень круто потому что это произошло прямо вот сейчас я немножко так поехал но мне так ощущение что у меня есть дырка теперь вот в этой вот галошине а галоши мне очень нравится носить потому что их можно мыть и в них можно ходить по лужам что мы теперь с этой радостью делать она еще и грязная зачем ее руками взял как это вот такой получился удивительный и насыщенный дневник я не знаю что нибудь с ней делать я ее в руке понесу пока не дойду до такого места в которой в котором я посчитаю что можно избавиться от этой колючей проволоки зубы почищу ей